Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. 1211 из События дня. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечного Христе Иисусе Господе нашим. Наше объявление. Умерла сестра, четверо детей осталось. Считайте. Ну и сказали, вы откройте людям все это. Может, кто-то поможет. Вот номера телефона. Это я пишу в Ирландию. Внезапно связь прекратилась, а посылка уже послана. Обязательно получите сразу же, иначе ее отправят назад, и тут ее нужно будет выкупать. А это двойная растрата, и не по совести будет. Если почему-то вам не нужна посылка, книги посланы, отдайте нужным людям, священнику, но обратно не отправляйте. Прошу ради Христа поступать по совести, поступить по Евангелию. Дальше поясняю. Если не знали, то сообщаю для вас, что поступающие за книги расчеты ко мне вовсе не попадают. Они сразу же уходят к малоимущим и крайне нуждающимся безвозмездно, как дар Божий. Это же так, берут туда, когда получают деньги, и сразу люди берут, я на них даже отпечатков пальцев нету, то есть в паспорт мне кладут на почте, я в окошечко беру, а тут человек, кому я думал, тут приехал он вместе со мной, и сразу бывает, посылки посылали, точно так же. Я к ним не прикасаюсь. Сразу же уходит, у кого дети есть, больше бывает, человек очень немощный, им между собой, скажу, разделите. Точно так и с деньгами. Повторяю, за книги я не получил для себя ни рубля, ни цента, ни половины евро, ничего нет. Почему? Ну, они с этим, мы были намерение такое, чтобы для людей это было сделано. Только за поездку мы подарили 650 библиотекам, а всего экземпляров тысячи. И здесь еще сколько раз дано. Даже одна десятина не остается, чтобы как-то залатать. Роман пишет. Вот считайте. Игорь пишет один. Доброго времени суток, Игнатий Тихонович. Смотрю с недавнего времени ваши ролики и чувствую, как вы заполняете в моей душе нишу. Я вышел, как с полгода на пенсию. Я верю, что Бог есть, и в этом я убеждаюсь каждым днем в своей земной жизни. Меня поражает ваша энергия к жизни, подход к жизни, и все это благодаря истине Божьего Слова. Я думаю, у нас все впереди по общению. Вижу в скайпе у вас три контакта. Почему три, не знаю. А, ладно, пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я вам пишу в скайп, так как я не имею компьютера, имею смартфон. Я очень хочу купить у вас Библию. У меня Библия подаренная, имеет 66 книг. Ну, то есть протестантская, сектантская. издание. Да мало еще, может быть, не синодальное, там вообще все под сомнением. Очень прошу вас, напишите, куда можно отправить деньги, евро. Буду вам признательна, с большим уважением к вам, Алла. Я отвечаю, Библии не издаю, а не только в церковной лавке. и отправлять не могу, остался пока один, некому на почту ходить. То есть, ну, еще как-то посылаю, Сергей иногда отвозит, а так-то до осени, мы до 10 октября будем в деревне. После 10 октября можете повторить запрос. Володе я пишу, брат Владимир, спаси Христос за видеообзор. Ну и дальше я говорю, где нужно снять семь прудов, как. Так. Юрий пишет так. Во славу Божию! Смотрю ваши стримы. Да, не поспевая за всеми, Игнатий Тихонович, у вас масштабы пропадей свидетельства внушительные, и, кажется, только возрастают и увеличиваются. Храни вас Бог! Вы всегда в моей благодарной молитве о вас. Вот так это и. что-то за прошлый день. Там сосед живет рядом, который сжег дом соседа. И он начал бесноваться. Бесы ему стали являться, пил, крушить, ломать все, за ними гоняться. Ну точно как вот Иван Карамазов, братьев Карамазов, когда он с ума сошел. А сосед пришел и сказал, чтобы забрали у него. Там бревна привезли и доски. Я стал кидать доски, а тут сущок от березы мешает. Я взял ножопку, отпилил, а теперь оттуда вода, эта березовка чечет. Ну, пришлось на стол становиться. А стол-то, ладно, я не стал в это время. Он просто развалился. Длинный, там, шестиметровый доски. Ну и пришлось что-то опрокинуть. Думаю, ждать, кого придет. А Надежда Васильевна была рядом, держи. И тоже его опять все составил, сбил и поставил. Это вчера столько пришлось тут позаниматься. И вчера была у нас самая длинная, длительная моленья вечером. Канун Андрея Критского полностью считался у нас на три ступени. На просительное покаяние, на благодарственное словословие. Игорь Добунов считал. Спасибо, Господи. Это что у нас за прошлый день было? По интернету много тут пришлось поработать. И все на этом. температура окажется 7 градусов, была вчера 16, а сегодня холодновато. Но на этом все. Во славу Божию. Субтитры Субтитры Субтитры